Эльбис Мотор спускает, выпускал раньше у нас мотоциклы, наверное, многие ее знают. Производство было в Китае, а сейчас они, видимо, консолидировались и перенесли производство в Орехово-Зуево. Производство перенесли из Китая в Россию, потому что здесь дешевле, соответственно, льготы государство дает нам на производство техники. И хотелось бы контролировать качество, не как бы на месте. Потому что в Китае летать постоянно на завод, смотреть, как собирается, это очень дорого, накладно. Понятно, да, да. Здесь все под рукой, в любой момент пришел, проконтролировал. Недочеты можно сразу на месте исправить и сразу на конвейере непосредственно. Ну это уже большой плюс, в принципе, если сравнивать с теми же Балт Моторс, завод находится в России, производство все в России. И вот ребята тоже решили перенести все производство из Китая. Все-таки Китай может и дешево, но, видимо, ненадежно. Поэтому все же решились перенести все производство в Россию, дабы был больше контроль, контроль за качеством, за надежностью. А комплектующие какие, откуда? Что-то наше российское есть, например? Железо 100% российское. Гусеницы из завода композит, катки, они тоже рыбинские. Весь пластик сейчас производится, лыжи, катки у нас производится в России. То есть старые, так сказать, байки про то, что это все китайское говно, это уже уходит в прошлое. Это уже настоящий российский продукт. База вся находится в России, комплектующий российский. Но двигатели, они зарекомендовались и хорошо. Это китайский Лифан, да, наверное, стоит? Аналог Хонды, Лифан, Заншен. Здесь стоит Заншен, 15-й сильный. А чем отличается от того же Лифана, например, который всем известен? Ничем. То же самое все, да? Заншен один из самых... Есть тройка самых главных таких заводов китайских по движкам. Это Заншен, Лифан и еще догоняет их Ланчин. Вот, это три марки, которые наиболее известны. И у них наибольшее производство. Ну, то есть неплохие движки, которые показали себя уже старой надежности, не ломаются особо, да? Да, причем Заншен себе порой даже Лифан берет массовостью, а Заншен все-таки чуточку качественно старается взять. Они не такие распространенные, но себя очень неплохо зарекомендовали. Уже Мухтар третья его генерация, выпускается уже, по-моему, года три. И как раз по нашим гарантийным сервисам крайне мало рекламации по этим движкам. Ну, самое главное, дроссельная заслонка появилась на руле. Раньше приходилось вставать. Смотрите, уже большой плюс, что чехол закрывает все внутренности. И вот все такое вот грязь с дороги, да, там вот, ничего не попадает. Снег, мерзание. Да, ничего не попадает в моторный отсек. И в случае чего у вас всегда машина чистая. Ну, проблем, по крайней мере, с обслуживанием будет меньше. Ничего не попадет там. Он же вариаторный тоже, да? Да, да. То есть вариатор, в принципе, чистый будет. Сам двигатель чистый. Очень большой плюс. Не каждая машина такой вот имеет. Ну, и, наверное, стоит добавить еще о том, что можно использовать его и без лыжного модуля, да, в режиме буксировщика. А, то есть сам этот блок как мотособаку используется? И, как бы, заранее предусмотрены длины тормозного шланга и всех кабелей, чтобы можно было ничего не откручивая, просто переставить руль назад. И также в этом случае, как бы, управление редуктором осуществляется по тросовому типу, да. То есть, получая вот этот вот, беря вот этот продукт, мы получаем два в одном. То есть, в случае чего его можно переделать под мотособаку. Очень универсальная вещь получается. Хоть она большая, но она разборная. То есть, стальной буксировщик, он всегда двигатель, жестко прикреплен к раме и все. Здесь можно открутить вот эти барашечки, 4 штучки с двух сторон, знакомые нам по велосипедам Кама. Вот, мы их откручиваем и вся платформа снимается. И получается отдельно гусеничный блок, отдельно моторный блок и также снимается лыжный модуль. И он тоже складывается. Это позволит, хоть он вроде бы большой, реально как большой снегоход, но его можно в обычную легковушку, универсал хэтчбэк загрузить. Остальные, к сожалению, не могут этим похвастаться. Универсал, он в принципе, не снимая моторный блок, влазит. Очень распространенный автомобиль, Lada Priora. Хотел бы добавить, что мы упустили. Данная модель вообще, она выбрала все самое лучшее среди всех буксировщиков, все самые ништяки, которые есть везде. Помимо этого, еще здесь в ходовке, в комплектации стандартной, идет отдельно еще склизы и катки. Можно использовать как ее катковую-склизовую, катковую, отдельно катки убрать, можно использовать склизы. Склизы, они хорошо себя работают в глубоком снегу, где метр снега, например. Катковая она более универсальная, ее можно и в снегу, и даже ее можно использовать по песку, по грязи, летом использовать. И самое еще большое отличие, то что здесь можно взять, снять лыжи, и вместо них устанавливаются, производимые этой же компанией, колеса от квадроцикла, и он превращается в такой мини-квадроцикл вездеход, так сказать. То есть на гусечной базе, да, у нас вместо лыж, ставим колеса, и спокойно можно летом куда-то тоже поехать, да? Ну, соответственно, можно использовать, это не только зимняя эксплуатация, получается. Он универсальный, он не всесезонный, да, можно летом дровишек привезти и так далее, что ли. То есть такая интересная машина всесезонная, а тут модули с колесами, это отдельно приобретается, или это уже идет? Колеса, они продаются отдельно, стоимость порядка этого комплекта около 8 тысяч, получается. Он не так дорог, да, кому-то? Да, но тогда можно использовать его летом. Рычаг переключений вперед-назад, реверса, расположен рядом, это легко, не надо никуда. Например, в ранних версиях Балт Моторса необходимо было, чтобы переключить реверс, надо встать с буксировщика, перейти в переднюю часть, переключить, а опять уйти в зал. Здесь все под рукой. И самое главное, что здесь цепь полностью закрыта в кожухе. Да, хорошее решение, полностью закрытая цепь. Во-первых, она защищает цепь от повреждений пней, следов от лунов. Здесь она полностью закрыта, туда не попадает снег, естественно, не ржавеет, и срок службы ее заметно больше. Ну да, да, да. Хорошее решение. А вариатор всеми знакомый сафари, который практически на всех буксировщиках используется, и раньше был на снеге. Вариатор открытого типа, да? От снегохода Буран сафари называется. Ну да, да, то есть, если попадет туда вода, ничего страшного не будет, Да, здесь очень мощный ремень, шириной 33 миллиметра, то есть, его срок службы, ну, очень большой. То есть, он рассчитан под мощность порядка 40 лошадиных сил, а у нас используется двигатель 15 лошадиных сил, то есть, его хватит на вес, на трог службы буксировщика. Ну что, вот такая вот модель, универсальная, всесезонная. Ну, всесезонная, конечно, за небольшую доплату, но будем считать, что всесезонная модель, имеющая надежную конструкцию. Как видите, даже цепь у нас массивной защищенной плитой металлической. Вариатор открытого типа от Бурана, с мощным ремнем, который не порвется, не ворвет в случае чего. То есть, он рассчитан на мощность до 40 лошадиных сил, а данный двигатель у нас дает, сколько максимально будет? 15 лошадиных сил. То есть, 15 лошадиных сил для этого ремня, это вообще ни о чем. То есть, можно сказать, что этот ремень, он здесь вечный. Конструкция настолько продумана, что даже вариатор имеет защитный кожух, чтобы в случае чего нога водителя не пострадала при, ну, нештатном обрыве. Мало ли, бракованный ремень попался. Здесь установлен реверс-редуктор. Другие компании, ДРБТС тоже устанавливают. Это реверс-редуктор. Он стоит 20 тысяч рублей. Если в компании Балт Моторс, опция реверс-редуктор, то он уже где-то идет 25-30 тысяч рублей. Это уже кучеряво. Ну да, здесь все-таки опция уже 100 тысяч. И все есть, и задний ход, и ручки подогрева. Аккумулятор. И надежная конструкция, аккумулятор, да. В общем, генератор в среднем разница в 5 тысяч получается. Так что, если кто будет приобретать, смотрите сами то, что у вас уже в базе это все есть. Не нужно дополнительно что-то переплачивать, доплачивать. А сколько она в базе у нас будет стоить вот в такой комплектации? 99-900 она получается. Ну, 100 тысяч, грубо говоря, крюли. Да, это полный максимальной комплектации уже с аккумулятором, с клизами, в грубе как-то мы все увидим. Здесь даже есть сигнал. О, интересно, да. Работает. Такого точно ни у кого нет. Так что вот такая вот интересная техника. Надеюсь, кому-то понравится, может, что ты приобретет. На этом, наверное, все. Спасибо за рассказ о этой машине. Было очень интересно послушать. Ну, ребят, если вам понравилось, ссылку на эту машину мы оставим в описании. Телефонные контакты организации, которые продают. Ну, хотите, покупайте. Как бы делайте свой выбор. Если кому-то больше нравится продукция того же, не знаю, Балт Моторса. Ну, Балт Моторсу. Так что выбор большой, да. Зависит все от вашего кошелька. Ну, от кошелька и желания. Можешь так сказать.